Я рада приветствовать каждого из вас на моем канале, на моем новом уроке и благодарю вас за то, что продолжаете изучать французский язык вместе со мной, доверяя мне такое важное занятие. На создание этого урока меня натолкнул мой младший сын. Однажды, сидя на пляже, он спросил, мама, как по-французски будет чайка? Я ему сказала, la muette. Он счастлив и довольный убежал с криками muette, muette, muette. Он убежал, а я села и задумалась. Вы заметили разницу двух звуков? Я ему сказала muette, а он убежал с криками muette. Так вот, смотрите, muette это чайка, la muette это чайка, а muette это немая. Видите, одно маленькое отличие, один маленький звук, который казалось бы незначительный, но на самом деле очень важный, и слово приобретает совсем другие краски. Поэтому я вам хочу авторитетно заявить, что la muette ne pas muette, чайка, не немая. И сегодня на практических примерах я вам покажу, насколько важно и почему правильно произносить некоторые французские звуки. Продолжим чуть позже. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчики, лайки, если вам это видео понравится и будет полезным. Мы начинаем наш новый фонетический урок. Поехали! Итак, что хочу вам сказать? Хочу вам сказать, что во французском языке есть достаточно много слов, которые звучат практически одинаково, имея всего лишь отличие в один звук, один маленький звук. Одни мои ученики говорят, ну что вы прям так придираетесь, ну поймут же меня в любом случае, если я скажу немножко не так. Да, иногда поймут, иногда, конечно, можно догадаться, какое слово вы имели ввиду, даже если вы не совсем точно его произнесли, но иногда, поверьте, вот эта маленькая неточность может поставить вас в деликатную и порой пикантную ситуацию. Об этом чуть позже. А сейчас хочу представить героев нашей сегодняшней программы. Сегодня мы будем говорить о звуках О и Э. Видите, немножко небольшое отличие. О, Э. И также рассмотрим с вами звуки У, И, У и И. Давайте начнем с последних. Смотрите, чтобы произнести звук У, да, он у нас может передаваться вот таким буквосочетанием О-Ю. Чтобы произнести звук У, для нас это привычный, обычный звук, мы его говорим с вами каждый день, мы губы складываем в трубочку и вытягиваем их, да, получается звук У, У, обычный наш звук У. Чтобы произнести звук У, он передается во французском языке буквой, специально для этого предназначенной буквой У. Нам нужно, смотрите, тоже как бы губы вытянуть в трубочку, но немножко нижнюю челюсть поддать вперед. Получается такое И. Видите, как бы что-то среднее между У, Ю, и при этом выдвигаем нижнюю челюсть вперед. И, И. Видите, нижняя челюсть пошла немножко вперед. И. Вот я говорю У, У, а вот я говорю И. У. Для начала приведу вам такие примеры, когда слова звучат похоже, но они являются разными членами речи, членами предложения, поэтому, в принципе, сложно представить такие ситуации, где они бы могли вас застать врасплох, где они могли бы быть спутаны, да. Например, это такие слова, как ТУ и ТЮ. ТУ это всё, ТЮ это ты. ВУ, например, это ВЫ, ВЮ это увиденный, да. НУ это МЫ, НЮ это голый. ЛУ это ВОЛК, ЛЮ это прочитанный. ЭМУ это ЭМУ, да, страус ЭМУ. ЭМЮ это взволнованный. Так же слова, например, ФЛЮ это такой нечёткий, размытый, неясный. И ФЛЮ это поток течения. Да, какие ещё слова могут быть? ПУР, например, да, это ДЛЯ. ПЮР это чистый, да, то есть похоже, но сложно представить такие ситуации, в которых они могли бы быть перепутаны друг с другом. Сейчас же хочу обратить ваше более пристальное внимание на такие слова, которые как раз можно иногда по контексту перепутать, потому что они являются одинаковыми членами предложения. Например, смотрите, такие слова. СУР, СЮР. СУР это глухой, СЮР это уверенный. Следующая ситуация. Например, про температуру, да, можно спросить. Можно сказать, il fait trois degrés au-dessus de zéro. Сейчас три градуса ниже нуля. Или, il fait trois degrés au-dessus de zéro. Да, или сейчас вы три градуса выше нуля. Au-dessus, au-dessus. А один маленький звук, но какое-то диаметрально противоположное значение. Следующий глагол. ФУИР и ещё его похожий, да, брат ФУИР. Значит, ФУИР это рыть, копать, ФУИР это избегать, да. Чувствуете разницу? ФУИР, ФУИР, У, Ю, ФУИР, ФУИР. И производные от них глаголы САМФУИР и САМФУИР. САМФУИР это зарываться, закапываться, а САМФУИР это удирать, убегать, скрываться. Дальше, если мы заговорили о глаголах, давайте приведём такие примеры. РУИР это глагол краснеть, а глагол РУИР переводится как рычать. Притом, это глаголы оба второй группы, поэтому их, ну, очень легко можно спутать. РУИР краснеть, РУИР рычать. Следующие глаголы тоже похожи. МУРИР и МЮРИР. МУРИР это умирать, МЮРИР это зреть, спеть, созревать, да. Это глаголы разных групп, МУРИР это третья группа, МЮРИР это вторая группа. Они спрягаются по-разному, но тем не менее, на слух их можно перепутать. МУРИР и МЮРИР. Так, с глаголами вроде бы всё, ещё несколько вот существительных. Например, ЛЯ РУ, колесо, и ЛЯ РЮ, улица. ЛЯ РУ, ЛЯ РЮ. Разница есть, легкая, едва ощутимая, но есть. Следующие слова. ЛЯ ПУЛЬ, курица. ЛЯ ПУЛЬ это свитер, да, пуловер. ЛЯ ПУЛЬ, ЛЯ ПУЛЬ. Видите, тоже очень-очень близкие, похожие слова. Следующее слово. ЛЯ БУШЬ. ЛЯ БУШЬ это рот. И ЛЯ БЮШЬ, ЛЯ БЮШЬ это полено. Или ещё есть такое рождественское французское блюдо, которое называется ЛЯ БЮШЬ ДЕНУЭЛЬ. Это такое рождественское полено, специальный такой вот национальный французский десерт. Ещё, знаете, вот два оставила вам случая напоследок, с которыми была связана такая немножко смешная ситуация, когда я училась во Франции. Мы учились вместе с одной девочкой, она была из России, и говорит, эта девочка француза, говорит, «ЖУСЬ РУСЬ». Она хотела сказать, что я русская, да, «ЖУСЬ РУСЬ», но сказала она это немножко с более круглым звуком, получилось «ЖУСЬ РУСЬ». Француз, конечно, прекрасно понял, что она имела в виду, что она хотела сказать, но не упустил возможности её подколоть и сказал, «МЕЙНО, ТЕ БЛОНДЕ», ну нет, ты не рыжая, да, потому что «РУСЬ» это рыжая, «Ты блондинка», он сказал, «МЕЙНО, ТЕ ПА РУСЬ, ТЕ БЛОНДЕ», ну нет, ты же не рыжая, ты блондинка. Конечно, девочке это стало стыдно, она покрестнила, но, видите, вот это, скажем так, ладно, не самая страшная ситуация, я вам расскажу сейчас ещё одну ситуацию, это будет наша «Вишенка на торте». Кстати, «Вишенка на торте» во французском языке есть тоже такое выражение «ЛА СЮ РИЗА СЮ РЛЮ ГАТО», а также есть другие выражения устойчивые, связанные с фруктами, овощами и так далее, я про них записывала отдельные видеоуроки, оставляю вам ссылочку вверху экрана, переходите, пожалуйста, смотрите. Значит, «Вишенка на торте». Обычное вот это, казалось бы, да, наше «МЕРСИ БОКУ» может звучать иногда тоже более пикантно, чем то значение, которое мы вкладываем в это выражение, да, тоже история из моего студенчества во Франции. Одна девочка, ей нравился один французский мальчик, и она ему что-то в каком-то разговоре, она ему сказала «МЕРСИ БОКУ», и получилось у неё немножко такое «МЕРСИ БОКУ», «МЕРСИ БОКУ», а смотрите «БОКУ» это уже далеко не «БОКУ», это слово, это два слова даже, «БО» это «Красивый», «КЮ» это пятая точка, да, то есть «БОКУ» это «Красивая попка» получается, да, то есть вместо того, чтобы сказать «МЕРСИ БОКУ», «Спасибо большое», она сказала «Спасибо, красивая попка», да, «МЕРСИ БОКУ». И, понятное дело, француз не мог пропустить эту маленькую неточность мимо ушей, он сказал, конечно, «УИ, ВНЕМ СЕРЖЕ СЕЙДУ, ГАРДЕЛЯ ФОРМЕ, НА ПЕРСОННОМА ЖЕНЬ АПЛИКОМСЯ», да, конечно, я стараюсь поддерживать себя в хорошей форме, но никто ещё меня так не называл, то есть, конечно, девочка это покраснело, поселенело, ей было очень стыдно, вот, понимаете, поэтому, чтобы избежать таких вот деликатных ситуаций, моя вам большая просьба, проработайте 300 раз перед зеркалом, повторите, отработайте эти звуки, можете взять слова из нашего сегодняшнего урока и проговорите их чётко-чётко, пусть у вас речевой аппарат настроится на эту букву «Ю», «Ю» и «У». Пожалуйста, я вас очень-очень об этом прошу. Следующий звук, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание, даже два звука, которые звучат иногда очень похоже, это звук «О», обычный нам привычный звук «О». Мы губы делаем вот так вот колечком «О», и, похоже, ему звук «Э». Этот звук тоже вызывает, конечно, небольшие сложности у начинающих любителей французского языка. Смотрите, как вы можете научиться его произносить. Во-первых, тот же самый приём, нам нужно челюсть немножко поддать вперёд, получается такое «Э», что-то между «О» и «Ё», да, такое «Э», «Э» челюсть выдвигается у нас вперёд. Этот звук похож немножко на такой звук, когда вы произносите слово «мёд», «пёс», да, вот «пёс», «Э», «мёд», «лёд», «лёд». Да, вот немножко на «ё» похоже, но всё-таки, если мы «ё» произносим просто «ё», то здесь челюсть немножко нужно выдвинуть вперёд. «Лёд», «мёд», «э», да. И опять же, начну на эту часть урока с слов, которые звучат очень похоже, да, если не точно произнести звук, но пишутся по-разному и имеют разные значения. Например, это такие слова, как «дэ», это два, и «до», это спина, «дэ», «до». Видите, разное звучание, «дэ», «до». Дальше, это такое слово, как «эр», «ор», «эр», «ор», «эр», «ор», «эр» – это час, «ор» – это золото. Следующее слово, связанное с предыдущим, «алёр», «алёр» и «алёр», «алёр», «алёр» и «алёр». Немножко неуловимая разница, но вы должны её почувствовать. «Алёр» – это, например, в момент чего-то, во время чего-то, например, «алёр du déjeuner», да, во время завтрака, во время обеда, «алёр du déjeuner», мы там говорили о том-то, о том-то. Или ещё есть такое выражение «алёр actuel», «алёр actuel» – это настоящее время, настоящее время в данный момент, да. А «алёр», «алёр» – это слово переводится «и так», «тогда», ну, как бы такой союз, да, служит для построения сложно подчинённого предложения, а именно для связки главного и предаточного предложения. Не путайте «алёр» и «алёр», «алёр». Эти слова сложно, конечно, представить в таком контексте, когда они могли бы быть взаимозаменяемы, но я вам приведу другие примеры, которые вполне очень даже могут быть. Смотрите, есть такое слово «la peur», «peur» – это страх, но есть два слова, которые читаются чуть-чуть похоже, «peur», «le peur» – это «porte», но ещё есть одно такое слово «le peur», читается точно так же, как и «porte», но переводится уже как «свинина», «le peur» и «le peur», а «страх» – это «la peur», «peur», 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 «peur». Следующее слово «la soeur», «soeur» – это «сестра», а слово «le soeur» переводится как «рок судьба», да. Дальше «la fleur» – цветок, «la fleur» – это «flora», да, «flora» и «fauna», «la fleur», «la fleur» – разные звуки, разные слова. Дальше «le cœur» и «le corps», «le cœur» – это «сердце», а «le corps» – это «тело». Немножко разные слова и тоже порой иногда могут поставить вас неловкое выражение. Помните, была такая песня «Кеймара»? «Donne moi ton cœur, baby», «ton cœur, baby». Так вот, многие из них слышали, что там произносятся одинаковые слова, два раза «cœur» и два раза «cœur», но нет. Там произносятся два разных слова «donne moi ton cœur» и «donne moi ton cœur». И то, и то хочет приветствовать, всё сразу. Дальше, следующее слово «les cheveux» – это «волосы», да, а «les chevaux» – «les chevaux» – звук «о» в конце, да, «les chevaux» – это «coni». «Lôshade» – «un cheval» в единственном числе, а в множественном числе это будет «les chevaux». «les chevaux» – тоже ведь не одно и то же, правда, «волосы» и «coni». Следующее, следующий мой пример – это «un veut», «un veut» – это «пожелание», или «un vo» – это «делёнок», «un veut», «un vo» – разные, тоже абсолютно разные слова. Приведу такие уже не просто слова, а конструкции слов, которые тоже в том или ином контексте могут вызвать небольшие сложности. Смотрите, есть такое слово «les chevaux», «les chevaux», если это «o» произнести как «e», то получается уже «les chevaux», «les chevaux» – «les chevaux» – это «шляпа», А «le chapeau» – это «кот может», «le cha» – это «кот», «peu» – это «может» – глагол «pouvoir», «mочь». Поняли? «le chapeau», «le chapeau». Дальше. «le chasseur» – это «охотник», а «le chasseur» – это «кот выходит». «le chasseur», «le chasseur», «sœur», «sœur». Разные звуки. И последний пример, финальный – это «le chien mœur» – это «собака кусает», «le chien mœur» или «le chien mœur» – это «собака умирает». Поэтому, видите, один звук, но очень важный этот звук, чтобы, не дай бог, не попасть в какую-то неприятную, неловкую, какую-нибудь пикантную ситуацию. Вот. Я благодарю вас за ваше внимание. Надеюсь, эти примеры практически вам объяснят и смогут помочь понять, почему так важно именно фонетика и произношение во французском языке. Кстати, у кого еще возникают сложности с правилами чтения, у меня записано множество уроков по правилам чтения. В том числе, один из них – это «я собрала все правила чтения в один большой урок», либо для кого сложно воспринимать информацию таким большим блоком, я вам оставляю в описании под видео ссылки на другие более короткие уроки, на определенные конкретные звуки я разбила по звукам. И, кстати, в каждом из этих видео уроков есть упражнение на самопроверку, на самотестирование, на проверку того, как вы запомнили и поняли данное правило. На этом я буду с вами прощаться. Мне остается пожелать вам успеха в изучении французского языка. И не забывайте, самое главное делать это с любовью. А плюс, а на следующий день!